Привет, друзья! На зиму можно заготовить не только овощи, фрукты и ягоды. Предлагаю заготовку горохового супа в банке на зиму. Такая заготовка пригодится, если у вас, к примеру, есть студенты. Или вы сами можете по-быстрому приготовить гороховый суп. Горох перебираем и заливаем водой на ночь. Утром я воду слила, перекладываю горох в кастрюлю, заливаю холодной водой один к двум и ставлю на плиту. Варю до полуготовности гороха примерно минут 20. У помидоров отрезаю плодоножки. Вес всех овощей берем в очищенном виде. Перекручиваем помидоры через мясорубку. Болгарский перец моем, чистим от семян. Также нам понадобится репчатый лук и морковь. Болгарку я нарезаю соломкой. Лук нарезаю мелким кубиком. Морковь натираю на крупной терке. На растительном масле обжариваю лук и морковь до мягкости. Горох уже сварился. Сливаем воду. Воду можно слить в отдельную емкость для того, чтобы потом, по мере необходимости, добавлять при варке в кастрюлю. Морковь и лук обжарила до мягкости. Добавляю болгарку и обжариваю минуты две. В кастрюлю с горохом выливаю томат. Добавляю соль, сахар, душистый перец. И обжаренные овощи. Все перемешаю и отправляю на плиту. Варим до готовности гороха. Во время варки, при необходимости, добавляем воду или слитый отвар. У меня варилось примерно 40 минут. Снимаем с плиты. Добавляем уксус. Перемешиваем. Раскладываем в баночки. Банки я не стерилизую, а только мою с содой. Закатываю обычными крышками и винтовыми. Весь рецепт я напишу, как обычно, под видео. Такая консервация прекрасно хранится при комнатной температуре. У меня получилось 6 банок по 700 граммов. Две баночки литровые и одна пол-литровая. Удобно сварить бульон, картофель и добавить горох с овощами. Ну а для тех, кто держит пост, можно сварить не на бульоне, а на воде. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким! Субтитры сделал DimaTorzok